Здесь объявление выставка «Дивный сад» работы Михаила Лебедева. Мы как раз от него и из Жостова только и едем. Посмотрим Мишу на работы. А вот и сам Миша. А это выставка Михаила Викторовича Лебедева, главного художника Жостовского предприятия. Ночной сад С этим подносом произошла удивительная история. Миша наклеил перламутр и забыл на 12 лет про него. А потом выставка достал и доделал работу. Посмотрите, называется поднос перламутровый. Как у них называется? И вот уже с орнаментом, только без лака. Как получается поднос. Видите же код у нас? Да. Сначала размечаются цветовые пятна. Потом уже тени накладываются, объем появляется, прорисовываются детали. Оформляется кромка и вот получается такое готовое изделие. А это поднос зимний. Старинный мотив. Вот эта форма называется санкт-петербургская. В отличие от московской, ее раньше не использовали. Но сейчас уже вовсю делают такие подносы. А вот когда букеты написаны на светлых тонах, серых, бежевых, кажется, что это керамика. На самом деле это эмаль. Называется цветы на сером. И не только цветы, там и птички есть. Поднос малахитового цвета называется лето. Фрукты. Цветы. Шкатулка. Цветы и сливы. Летняя прохлада. Поднос купеческий. Столик консольный. На ножках. Расписной. Платочный мотив. Иногда художники берут павлопосадские платки, вешают на окно и копируют узор. Летний вечер. Летний вечер. Поднос симпатия. Букет на синим. Букет на синим. Букет с синими птицами. Букет на синим. Букет на синим. Букет на синим. Букет с красными птицами. Очень похож на голландский. Утренний. усадебный дворцовый скорее всего летняя ночь вот такая вот асимметрия поднос фигурный овал мелодия